уважаемые коллеги добрый день напишите пожалуйста в час что меня видно и слышно или поставить поставьте пожалуйста огонек да вижу что огоньки посыпались ну что же от имени компании philips я приветствую вас на сегодняшнем вебинаре который уже второй раз проходит в формате дискуссионного клуба вопросы ультразвуковой ангиологии тема сегодняшней встречи ультразвуковое исследование позвоночных артерий анатомические варианты развития атеросклеротический стеноз и окклюзия рада представить ведущих сегодняшнего мероприятия татьяна валентиновна балахонова доктор наук профессор главный научный сотрудник руководитель лаборатории ультразвуковых методов исследования сосудов на мисс кардиологии имени академика чаза людмила эдуардовна шульгина людмила эдуардовна возвращайтесь доктор медицинских наук заведующий отделением функциональной и ультразвуковой диагностики поликлиники номер один управ делами президента и андрей олегович чечеткин доктор медицинских наук главный научный сотрудник заведующий лабораторией ультразвуковых исследований института клинической и профилактической неврологии научного центра неврологии уважаемые коллеги приветствую вас вижу всех вас на экране сегодня у нас обширная аудитория и она растет с каждой нашей встречи позвольте мне несколько технических рекомендаций дать нашим участникам качество трансляции напрямую зависит от скорости вашего интернета пожалуйста убедитесь что он быстрый стабильный если в ходе вебинара особенно при переключении спикеров подвисает картинка или звук пожалуйста перезагрузите окно браузера или ваше приложение это помогает возможно иногда это нужно сделать не один раз но это самый верный способ наладить трансляцию хотел бы отметить что так как тоже аудитория у нас новая что весь материал представлены сегодня защищен авторским правом пожалуйста не делайте не публикуйте данную запись когда она будет доступна на сторонних площадках разумеется не разрешается использовать данный материал коммерческих целей свои вопросы пишите в специальный раздел вопросы по завершении докладов в ходе дискуссии на эти вопросы уважаемые ведущие ответят по поводу записи вебинара мы ее подготовим и выложим на youtube и с вами поделимся ссылкой на просмотр это займет до двух недель имейте ввиду ну что же по любым техническим вопросам пишите нам в чат благодарю вас за терпение моя вводная часть завершена передаю слово тогда татьяна валютина вам добрый день еще раз уважаемые коллеги сегодня у нас с вами как вы видите очень специфическая тема мы будем разговаривать о позвоночных артериях мы очень много всегда говорим на разных съездах о пляжках стенозах редкой патологии позвоночные артерии не так часто встречаются лекции может быть еще и потому что здесь есть много подводных камней по которым и вокруг которых минуя которые мы пытаемся сегодня вас провести и сегодня как вы видите у нас тематика ограничена хотели бы уложиться полтора часа чтобы вы не устали после рабочего дня наш первый опыт показал что мы можем говорить долго больше двух с половиной часов но все устают поэтому мы сегодня решили что мы с вами попробуем ложится полтора часа и в эти полтора часа мы поговорим о анатомических вариантах развития и атеросклеротической болезни позвоночных артерий стенозе и окклюзии и другие след мы понимаем прекрасно это лишь часть патологии которую вы видите во время своих исследований позвоночных артерий следующий наш вебинар будет посвящен другим тематикам диссекции после операционного введения осложнений выявлению и так далее поэтому сегодня мы с вами ограничиваемся вот этими двумя аспектами варианты развития позвоночной артерии более вариабельны чем сонные и атеросклеротическими заболеваниями и еще у нас одно нововведение это то что у нас будет два две лекции а я буду где-то выступать взять как игрок на вашей стороне я буду задавать вопросы с изланией эдуардовне и любви едуардовне извините ли но я волнуюсь людмиле едуардовне и андрея олеговича и немножко комментировать их некоторыми клиническими примерами все ваши вопросы еще раз повторю задавайте пожалуйста в чат специальный который с таким вопросиком вверху у вас и начнем мы тогда наша собственно содержательную часть с выступления людмилы эдуардовны шургиной раз добрый день уважаемые коллеги я подключаюсь все видно слышно все нормально технически я в своем сообщении коснусь двух аспектов касающихся сонных артерий простите я тоже волнуюсь касающихся позвоночных артерий это собственно протокол исследования что мы должны посмотреть измерить и коснусь анатомических вариантов развития позвоночных артерий ну что мы должны посмотреть при исследовании позвоночных артерий на экстракраниальном уровне мы должны в режиме получить продольное изображение поперечным не получим продольное изображение в один сегменте то есть от устья до уровня входа позвоночной артерии в костный канал затем посмотрите в костном канале на всем протяжении и в случае необходимости мы можем также из экстракраниального доступа посмотреть ее и в 3 сегменте то есть на уровне атланта цепитального сустава ну еще раз повторю в том случае если нам это необходимо в 1 и в 2 сегменты мы оцениваем стандартно каждый раз мы измеряем диаметр артерии обычно это делаем в 2 сегменте чаще всего на уровне 4 и либо 5 4 5 позвонков если она выводится более оптимально в другом сегменте ничто не мешает нам ее измерить но диаметр как правило мы измеряем именно на уровне в 2 сегмента оцениваем на всем протяжении ход позвоночной артерии наличие деформации уровень входа артерии в костный канал тоже это обсудим и производим ряд измерений а в режиме импульсно-волновой доплерографии мы оцениваем направление и тип кровотока оцениваем биковую систолическую скорость конечно диастолическую для того чтобы посчитать индекс резистентности но и в том случае если мы обнаруживаем какие-либо отклонения то получаем все необходимые дополнительные изображения выполняем измерения в соответствии с тем что мы выявили ну то есть какие-то дополнительные измерения сканы все прочее получаем и делаем естественно мы не ограничиваемся только этим при необходимости применяем функциональные пробы но чаще всего при наличии какой-либо патологии мы применяем пробу реактивный пробу реактивной киперемии ну в частности там при стил синдроме ну есть и другие пробы да тоже это будем обсуждать не сегодня в норме в среднем диаметр позвоночной артерии составляет где-то от 3 до 4 с половиной миллиметров причем примерно у половины популяции левая позвоночная артерия имеет больший диаметр чем правая в 25 процентах случаев преобладает правая и еще 25 процентов диаметр примерно одинаковый то есть доминантная артерия чаще всего бывает левая кровоток в позвоночной артерии с отчетливо выраженным систолическим пиком с относительно высокой диастолической скоростью соответственно с низким индексом резистентности и по форме он похож на кровоток внутренней сонной артерии пиковая систолическая скорость обычно варьирует в диапазоне от 30 до 50 сантиметров в секунду отмечу что это именно средний диапазон да то есть это не пограничные значения не критерии какой-либо патологии это средняя в среднем скорость пиковая систолическая состав попадает чаще всего именно в этот диапазон позвоночная артерия в норме у нас отходит от подключичной артерии причем правая подключичная правая позвоночная артерия больше чем 99 процентах случаев отходит именно от подключичной гораздо реже от каких-то других сосудов включая дугу аорты правая общая сонная артерия и брахиоцифальный ствол но обратите внимание да по данным многих литературных источников 99 и 9 это правая подключичная а вот левая подключичная отходит более вариабельно и а 94 процента популяции имеют левую подключичную левую позвоночную отходящую от левой подключичной от дуги аорты это вторая по частоте встречаемости второй вариант отхождения составляет от 2 и 4 до 6 и 7 процентов по данным разных литературных источников все остальное значительно реже это может быть левая общая сонная наружная сонная это может быть щита шейный ствол могут быть какие-то более экзотические варианты но это 0 1 0 2 процента наиболее частый аномальный вариант отхождения это левая позвоночная которая отходит от дуги аорты отдельно отдельным устьем да при этом это сочетается с входом в костный канал на уровне пятого шейного позвонка чаще всего позвоночная артерия отходит входит в костный канал на уровне c6 чуть дальше я покажу а вот и вот такое сочетание когда у нас левая позвоночная еще раз повторюсь отходит от аорты и входит в костный канал на уровне c5 из других вариантов развития значительно реже встречая чем вот варианты отхождения значительно реже встречается удвоение истинное позвоночной артерии когда она имеет два устья два отдельных ствола которые на каком-то этапе на каком-то сегменте соединяются в единый ствол частота встречаемости менее 1 процента и вот здесь на компьютерной томограмме стрелками показаны два устья позвоночной артерии да и область их слияния область слияния может быть на разных уровнях как здесь достаточно высоко на ультразвуковых изображениях показано слияние позвоночных артерий в один ствол на уровне c4 c5 но мы всегда должны помнить о том что кроме удвоенного ствола возможен вариант когда в позвоночную артерию впадают другие ветви например при окклюзии либо при гипоплазии и тогда это не будет вариантом удвоения то есть но встречается крайне редко но тем не менее встречается об этом следует помнить еще один вариант развития позвоночной артерии связанные вот с удвоением в литературе он обозначается в зарубежной как финистрация это в тех случаях когда сегмент сосуда какой-то он может быть более длинным более коротким но он разделен на два отдельных канала которые сливаются затем восстанавливая первичный сосудистый просвет то есть одно устье один просвет затем на каком-то этапе раздваивается и снова сливается в один просвет ну вот как показано на этой схеме вот достаточно длинный участок финистрации показан на компьютерной томограмме а вот здесь коротенький один сегмент причем чаще всего вот такие финистрации наблюдаются левой позвоночной артерии на экстракраниальном уровне и чаще всего на уровне c4 в режиме вот он в просвете мы видим вот гиперхогенную структуру которая разделяет на два просвета и соответственно в режиме cdk мы тоже видим в на уровне как раз таки в данном случае c4 вот нормальный просвет удвоенный и снова нормальный следующем уже сегменте безусловно такую ситуацию мы будем дифференцировать от диссекции и если взять литературные источники то и большое количество статей посвящено как раз признакам которые позволяют дифференцировать эти состояния но чаще всего мы обязательно учитываем клиническую картину пожалуй пожалуй наверное это один из основных признаков будет именно сочетание вот данной патологии при отсутствием каких-либо клинических проявлений и это кстати патология встречается несколько чаще чем истинное удвоение и опять же в некоторых литературных источниках указывается что вот при наличии такой дупликат дупликатуры или финистрации чаще чем в общей популяции встречаются внутри мозговые аневризмы а теперь относительно уровня входа позвоночной артерии в костный канал более чем в 90 процентах случаях она входит в костный канал на уровне c6 91 и 7 процента второй по частоте встречаемости вариант это c5 c4 соответственно на c7 тоже может впадать и самый редкий вариант это на уровне 3 шейного позвонка обратите внимание что подавляющее большинство впадение это все-таки уровень c6 поэтому а в тех случаях когда мы видим отличное от стандартного отличный от стандартного вход позвоночной артерии в костный канал на уровне c5 c4 c7 c3 то это следует отмечать в протоколе и в заключении причем на наш взгляд это следует отмечать не без какой-либо оценки высокое низкое вхождение мы просто отмечаем вариант входа в костный канал на уровне c5 на уровне c4 там либо на там где мы это видим почему мы имеет смысл отмечать это в своих протоколах это может иметь значение для ведения наших пациентов и в частности например чтобы избежать повреждений позвоночной артерии которая расположена вне костного канала на достаточно большом промежутке например при входе в костный канал на уровне c4 на уровне c3 при различных манипуляциях но наиболее частые манипуляции это мануальная терапия это резекции опухоли шеи это какие-то эндоваскулярные вмешательства на дуке аорты это блокады но то есть любые манипуляции которые могут привести к повреждению атипично входящий в костный канал позвоночной артерии вот во всех этих ситуациях эта информация будет актуальной поэтому в наших протоколах имеет смысл это отмечать еще хотелось бы отметить что позвоночная артерия входит в полость черепа и входить она в полость черепа тоже может различными способами а здесь представлены как минимум шесть вариантов но один из них нормальный окончание позвоночной артерии нас наиболее заинтересует вариант окончания позвоночной артерии в виде ее аплазии на интеркраниальном уровне то есть в 4 сегменте и окончание ее в виде задней нижней мужичковой артерии когда мы будем говорить о гипоплазии позвоночной артерии потому что довольно таки часто гипоплазия будет сочетаться с этими вариантами окончания позвоночной артерии ну и наиболее частая патология с которой мы столкнемся из вариантов развития это гипоплазия частота встречаемости гипоплазии составляет по данным многих обзоров мета анализов и все прочее от 2,3 до чуть более 26 процентов в среднем 11 как видите размах достаточно большой возникает вопрос почему это первый вопрос который возникает второй вопрос возникает а зачем нам вообще это нужно отмечать на самом деле нужно огромное количество работ посвящено теме влияния гипоплазии позвоночной артерии на риски развития различных неврологических неблагоприятных состояний и безусловно максимальное количество работ посвящено ишемическому инсульту в вертопровазиярном бассейне так вот одна очень интересная статья 22 год и здесь такие цифры приводятся что в том случае если не доминантная позвоночная артерия то есть та которая меньшего диаметра составляет от 2,7 до 2,9 миллиметров то риск ишемического инсульта задней циркуляции выше чем в среднем в популяции в 2,2 раза если диаметр 2,5-2,6 в 2 и практически 4 раза и 2,2-2,4 миллиметра в 4 раза выше по сравнению с теми пациентами у которых диаметр позвоночной артерии недоминантной больше 3 миллиметра это конечно говорит о том что смысл изучать эту патологию отмечать протоколах естественно есть потому что гипоплазия может рассматриваться как фактор риска развития инсульта в особенности у пациентов молодого возраста в ортопробазилярном бассейне ну и теперь к вопросу почему такой разброс в частоте встречаемости потому что к сожалению единой точки точки зрения относительно критериев гипоплазии позвоночной артерии увы нет в этой таблице показано достаточно большое многообразие критериев которые вообще упоминаются в литературе но упоминаются часто да и маленький анализ этой таблицы ни у кого не вызывает сомнений в том что в том случае если диаметр позвоночной артерии равен или меньше двух миллиметров то это можно рассматривать как гипоплазию и при таких позвоночных артериях 2 и меньше миллиметра как правило имеют место нарушение гемодинамики поэтому даже если мы ну то есть как бы поэтому рассматривать диаметр меньше двух миллиметров без каких-либо условий вполне можно как гипоплазия а вот если речь идет о диаметре в качестве критерия чуть большего размера чем 2 миллиметра то здесь большая часть авторов подключает еще какие-то дополнительные условия какие дополнительные условия чаще всего этим дополнительным условием является индекс резистентности и в подавляющем большинстве работ это значение соответствует 0,75 и больше второй показатель который анализируется добавляется к уменьшенному диаметру это отношение диаметра и чаще всего отношение диаметров рассматривается в качестве критерия это 1,7 третий наверное самый спорный показатель который тем не менее достаточно широко представлен в различных литературных источниках это объемный кровоток ну здесь я думаю мы подискутируем на эту тему относительно объемного кровотока есть несколько вариантов представления его в качестве критерия первое это просто объемный кровоток гипоплазированной позвоночной артерии и в качестве критериев используются цифры где-то 30-40 миллилитров в минуту второй это отношение объемного кровотока в доминантной и недоминантной артериях ну как один вот из критериев больше пяти отношений еще есть один критерий когда суммируется кровоток и если суммарно вправо и лево и он там составляет ну там например порядка меньше 100 миллилитров в минуту то это тоже рассматривается как критерий и есть несколько уровней которые упоминаются в литературе да я имею ввиду диаметры позвоночной артерии отличный вот от двух миллиметров следующий порог это 2 и 2 миллиметра затем 2 и 5 миллиметров и 3 миллиметра но еще раз повторю что как правило если мы рассматриваем диаметр больше двух миллиметров в качестве критерия для гипоплазии то присутствуют какие-то дополнительные условия нет абсолютно единой точки зрения а какие критерии мы все-таки будем принимать во внимание совершенно очевидно что критерия только диаметр меньше двух миллиметров недостаточно потому что при диаметре два с половиной два и два и даже три миллиметра могут быть нарушения гемодинамики совершенно аналогичные тем которые наблюдаются при диаметре артерии два миллиметра а если говорить вот ну о рекомендательных о каких-то согласительных документов где обсуждалась бы эта тема к сожалению единственный документ где обсуждается гипоплазия позвоночной артерии это европейские рекомендации 2017 года по уведению пациентов с атеросклеротическим поражением каротидных и вертебральных артерий и здесь приводится в том числе кроме атеросклеротических критериев критерий гипоплазии позвоночной артерии с диаметром меньше меньше или равен два с половиной миллиметра значительное снижение скорости кровотока по сравнению с контрлатеральной стороной без указания цифр да и увеличение индекса резистентности с вселатеральной стороны больше 0 85 казалось бы авторитетный источник и можно было бы этим пользоваться если бы не пойти чуть глубже вот когда мы открываем ссылку на которую которая приведена вот в этом абзаце то к сожалению эта ссылка не содержит этих критерий и соседние ссылки тоже посмотрела они тоже не содержат этих критерий статьи которые здесь приведены они посвящены немножко другому но мы же копали глубоко а вот и накопали такие статью где есть эти критерии два с половиной миллиметра и больше 0 85 ее нет в списке вот европейских рекомендаций и отношение 1 и 7 плюсом да но опять же авторы приводят а вот эти критерии не в качестве результата своих исследований а в качестве нет в качестве критериев отбора для своего дальнейшего исследования и к сожалению приводят тоже без всякой ссылки поэтому ну вот к сожалению как истину в последней инстанции несмотря на то что это достаточно авторитетные рекомендации мы их использовать но можем с некоторыми оговорками да и в обновлении 23 года но вот этой информации уже нет то есть только было в семнадцатом еще один термин который бы хотелось обсудить это позвоночная артерия малого диаметра это встречается в наших заключениях в наших протоколах и хотелось бы отметить что в опубликованных исследованиях этот термин не употребляется на наш взгляд более приемлемым является термин асимметрия диаметров в том случае когда у нас нет вот критериев достаточных критериев для того чтобы сказать что да есть гипоплазия позвоночной артерии но есть асимметрия диаметров то этот термин вполне приемлем и есть работа где показано что асимметрия диаметров не более 25 процентов и не более 0 5 миллиметров не приводит к существенной разнице кровотока показатели индексов периферического сопротивления и поэтому такие артерии можно считать симметричными при асимметрии 25 50 процентов наиболее значимой снижается конечно диастолическая скорость и повышается индекс резистентности в артерии с меньшим диаметром и при асимметрии диаметра более 50 процентов все параметры значительно различаются между сторонами это как пиковая систолическая конечная диастолическая и индекс резистентности при этом расчет асимметрии диаметром по формуле больше минус меньше делим на больше умножаем на сто процентов ну и в итоге не истина в последней инстанции но вот наше обсужденное согласованное мнение что при диаметре позвоночной артерии меньше или равен который меньше или равен 2 миллиметра мы можем говорить о гипоплазии позвоночной артерии безусловно оцениваем при этом гемодинамику при диаметре позвоночной артерии меньше или равен меньше или равном 2 с половиной миллиметра а может быть даже и 3 то в таком случае мы можем говорить о гипоплазии позвоночной артерии при обязательном сочетании с двумя факторами с двумя еще показателями это повышение индекса резистентности 075 и выше и коэффициент асимметрии диаметров больше или равен 1 и 7 при таких обстоятельствах на наш взгляд формулировка гипоплазии позвоночной артерии вполне может иметь место наверное наибольшее сомнение вызовет вот можем ли мы говорить о гипоплазии при диаметре 3 миллиметра на самом деле при диаметре два с половиной уже мы практически привыкли говорить о том что да действительно в этом случае можно думать о гипоплазии при наличии дополнительных факторов а вот что касается 3 миллиметров простите что касается 3 миллиметров посмотрите диаметр позвоночной артерии 2 и 7 миллиметра противоположной 5 миллиметров коэффициент асимметрии диаметров 1 и 8 индекс резистентности вне доминантной артерии то есть которая 2 и 7 миллиметра 075 и заканчивается позвоночная артерия на интракраниальном уровне задней нижней мозжечковой артерии то есть эта артерия несмотря на то что она 2 и 7 миллиметра то есть больше 2 и больше 2 с половиной она не участвует в формировании мозгового кровотока соответственно в данном случае мы вполне можем говорить о гипоплазии артерии типичный вариант гипоплазии в том случае когда диаметр меньше 2 миллиметров да вот в данном случае 1 и 7 при этом мы будем видеть высоко резистивный кровоток с асимметрией и пиковой систолической скорости в большей степени конечной диастолической скорости и соответственно будет повышен индекс резистентности в данном случае диаметры составляют 1 и 7 4 миллиметра асимметрия 58 процентов отношения диаметров 2 и 3 то есть явно больше чем 1 и 7 скорость различаются практически вдвое и существенно повышен индекс резистентности по сравнению с противоположной стороной но он точно больше 0 75 такой кровоток совершенно характерен для гипоплазии позвоночной артерии еще один вариант кровотока диастолическая составляющая может вообще отсутствовать да как в данном случае диаметр тоже менее 2 миллиметров 1 и 6 постепенно снижается от сегмента к сегменту в направлении к дистальным отделам пиковая систолическая скорость от 30 до 10 сантиметров в секунду разница диаметров достаточно выражена явно больше чем 1 и 7 4 3 и 1 и 6 индекс резистентности на противоположной стороне 0 7 и при интракраниальном исследовании мы не видим позвоночной артерии которая бы формировала базилярную безусловно там может быть атипичный ход какие-то еще варианты но в данном случае по нашему исследованию мы можем сказать что позвоночная артерия гипоплазированная не участвует формирование базилярной артерии еще один вариант также здесь больше двух миллиметров позвоночная артерия 2 и 3 с противоположной стороны 4 отношения 1 74 асимметрия диаметра в 43 процента по пиковой систолической скорости обратите внимание разницы особой нет да но мы будем мы видим достаточно выраженную асимметрию по конечной диастолической скорости индексу резистентности индекс резистентности 0 81 и 0 68 с противоположной стороны и обратите внимание также мы видим некий сосуд ну я думаю что мы видим вернее позвоночную артерию на уровне в 3 сегмента а мы видим ее и на в 4 но вот слияние с позвоночной артерии противоположной стороны мы и участие в формировании базилярной здесь весьма под вопросом по данным компьютерной томографии здесь они пишут аплазию в 4 сегмента в данном случае с учетом вот всех показателей которые мы оценили можно говорить о гипоплазии позвоночной артерии и еще один тип кровотока который мы можем увидеть при гипоплазии это кровоток с систолическим провалом до характерным напоминающим такой при латентом стил синдроме это гораздо более редкий вариант наблюдение это нам любезно предоставил роман и бандж кирсанов из барнаула девочка 16 лет с плазированный позвоночной артерии 1 и 9 миллиметров с противоположной стороны 38 и на экстракраниальном здесь спектр перевернута то есть вот он антоградный кровоток и небольшая даже ретроградная волна то же самое мы видим и на интракраниальном уровне с противоположной стороны видим достаточно интенсивный с скоростью 65 сантиметров в секунду кровоток такой кровоток может формироваться в том случае когда артерии сливаются правая и левая формируют обе базилярную артерию но интенсивность кровотока в противоположной противоположной позвоночной артерии такова что в какой-то из моментов систолы может происходить как раз вот обкрадывание то есть формирование ретроградного кровотока за счет низкого давления в гипоплазированной позвоночной артерии встречается еще раз повторю такой вариант кровотока значительно реже но тем не менее он будет и проба проба реактивным он может быть и проба реактивной гиперемии в данном случае будет отрицательной а ту которую мы проводим при стил синдроме при стенозе подключичной артерии у меня все по тем вопросам которые которых я хотела коснуться спасибо большое у нас на мое удивление и так много вопросов в чате но если позволите я немножко добавлю то что бы хотелось вам сказать и это прежде всего связано с методическими аспектами и возможными особенностями визуализации позвоночной артерии но еще года два назад когда я показывала такую картинку никто практически не говорил что же это такое но сейчас существует достаточное количество людей я думаю что докторов я думаю что во многом усилиями именно профессор салтыковой которые знают что это такое это не что иное как нервы формирующие плечевое сплетение это не окклюзия позвоночной артерии кровотворения картироза это не вена травмированы это нервы помните пожалуйста об этом ну вот вариант о котором говорила людмила эдуардовна по отхождению общей сонной позвоночной артерии от общей сонной артерии не надо путать вот здесь очень похоже согласитесь на низкую бифуркацию на низкое расположение бифуркации и вот в данном клиническом случае именно пациент пришел у нас с диагноз с особенностями в описании что это низко очень низко расположенные бифуркации на самом деле оказалось что это устье позвоночной артерии поэтому вот помните пожалуйста о таком что это возможно и 3 последний вариант который я хотела бы акцентировать ваше внимание это то что мы должны все таки звоночная артерия достаточно особенная когда такая большая мы ее ни с чем другим спутать с вами не можем особенно если она хорошо прослеживается на всем протяжении до входа в канал и дальше в канале вот так бывает навсегда путать мы ее можем с щит и шейным стволом и основной здесь диагностический признак как вы понимаете это наличие ветви и щит и шейный ствол достаточно быстро делится вы скажете почему он такой большой обычно все-таки меньше действительно сопоставимый меньше чем позвоночная артерия по диаметру но при наличии в артериальном русле щитовидной железы мы можем увидеть значимое увеличение диаметра щит и шейный стволами вот эти пожалуйста к нам до начала вебинара приходили вопросы от наших потенциальных слушателей один из вопросов был измеряете ли вы кровоток в вене но вот мы его обсудили решили что кровоток в вене не мы не измеряем и не оцениваем в позвоночной имеется ввиду и поэтому никаких представлений об ускорении кровоток в заключении мы писать не будем я иногда и мои коллеги и я вам отмечаю иногда такой вариант вот здесь к сожалению не до конца доведем но можно представить что это подключичная артерия это позвоночная артерия это вена и вот вы видите как тесно прилежит стенка подключичной артерии к позвоночной вене в норме она ее не сдавливает иногда происходит динамическое сдавление когда подключичная артерия во время сердечного ритма приподнимается особенно у пожилых людей при изгибах братьевых спальмов ствола видим сдавление вены вот это иногда описываем но не более того про вены договорились что мы не пишем ничего давайте мы вернемся и может быть андрей олег сначала у нас задаст какой-то вопрос или удар на ней предложит его для обсуждения я все-таки хотел бы коснуться вопроса как вы относитесь к измерению объемную кровотоку по позвоночным артериям который предлагает ряд авторов которые приводят как критерий диагностики гипоплазии и включает это в свои исследования считаете ли вы что это нужно считаете ли вы что это очень трудоемко достаточно ли других параметров не оценивая объема кровотоку как я уже сказала это самый спорный вопрос вообще вот в гипоплазии позвоночной артерии с точки зрения физиологической да то есть снижается же в большей степени диастолическая скорость а не пиковая систолическая и вот объемный кровоток там средняя скорость кровотока объемный кровоток но это в принципе с точки зрения патофизиологической наверное это ценная вещь но здесь возникает очень много подводных камней относительно достоверности тех измерений которые мы будем проводить потому что мы можем ошибиться чуть-чуть в диаметре немножко в скорости кровотока и цифры которые мы будем получать и особенно когда мы это будем делать в те 20 минут которые ну хорошо если у нас 20 минут которые у нас отведены на пациента на самом деле мне кажется будет много ошибок и с учетом того что в принципе у нас есть в качестве критерия диаметра и индекс резистентности которые очень хорошо тоже реагируют на наличие паза плазии то мне кажется что включать измерение объемного кровотока в рутинный протокол может быть не целесообразно если это исследовательская какая-то вещь это может быть да дальше еще с точки зрения опять же той же самой патофизиологии будет вопрос о том а на каком уровне мы измеряем кровоток а учитывали учитываем ли мы впадение ветвей коллатерали и прочее то есть мне кажется здесь достаточно много вопросов и больше наверное вопросов и противоречий чем реальной пользы ну вот как то так чтобы далеко не уходить потому что у нас появились вопросы я скажу только что я полностью поддерживаю в этом смысле любом гардовым хотя абсолютно понимаю и для олегович как клинициста он один единственный среди нас невролог ему ближе чем мне или людмила гардовне эта тема и безусловно это важно с точки зрения понимания и в частности у нас с вами кстати есть вопрос о том каков генез ишемического инсульта при гипоплазии вот как вы считаете андрей олегович может быть он действительно связан с притоком коротким в смысле уменьшенным уменьшенным объемным кровотоком только ли отвечает на вопрос то как правило связывают с гипперфузии в этом сосуде он кровоснабжает часть отделов головного мозга хоть и небольшой во-вторых почему это еще имеет значение что когда во втором сосуде происходит какие-либо события при уже скомпрометированы анатомический первый этот риск значительно возрастает соглашусь с вами и вот еще одно я хотела бы с вами коллеги обсудить очень если можно коротко нас действительно сыплется вопросы это насколько информативно вы считаете наше рутинное ультразвуковое исследование интерклинильного отдела заднего отдела велизиевого круга вот именно оценки формируют ли по основную артерию гипоплазированные позвоночные не формируют потому что из сообщений следовало то что мы можем говорить об этом я бы не так активно говорить я бы стала сказать во первых я считаю что не надо на потоке проводить транскран а во вторых на мой взгляд все таки мы тут должны быть очень аккуратны потому что если диаметр 1315 даже 17 то мы можем просто при нашем транскрайне не увидеть вот как вы считаете валентина я абсолютно с вами согласна что мы можем только предполагать то есть и свои умозаключения именно в предположительном варианте излагать потому что на самом деле и я сама сталкивалась с тем что то что видим мы не подтверждается на данных компьютерной гипоплазированные низкий кровоток а он чем дальше тем ниже будет мы просто из-за того что технически при транскринерном исследовании стенок мы видим у нас ориентиров очень мало и настройки или там качество прибора не позволит ее достоверно верифицировать то мы можем промахнуться поэтому действительно можем предполагать а вот транскринерно досматривать надо если мы видим схожую картину кровоток как при гипоплазии но при нормальном диаметре здесь транскринерное исследование интракринерного сегмента позвоночной артерии привести целесообразно так как там может быть выражена стеноз и мы его увидим так как будет локально там повышена скорость будут определенные признаки стеноза то есть если мы не видим не находим при тщательном обследовании никаких причин экстракраниальных для изменения кровотока который мы фиксируем то мы переходим на транскринерно только в нормальной нарученно при гипоплазии это не совсем целесообразно можно еще маленькое уточнение я все-таки по поводу объемного кровотока я задал вопрос но не высказал свое мнение может быть она кому-то будет тоже интересно я не считаю это это оценку по параметру кровотока лишней и я ее делаю я не я конечно не делаю всегда я делаю это в случае явной асимметрии по диаметрам я вижу что вы знаете вот то что привела на слайде людмила эдуардовна есть явная разница в диаметре при практически одинаковых пиковых исторических скоростях кровоток и обычно доктора когда видят разницу диаметра они отмечают обычную пиковую историческую скорость кровотока видят что она нормальная симметрии нет и пишут да там она меньшего диаметра но кровоток нормальный но если мы посмотрим на позвоночную не посмотрим а посмотрим на все параметры кровотока то данном смог каких-то вот случаях по пиковой скорости будет разница процентов там 30 по средней 50 а по объему они может составлять все 80 90 в качестве аргументов извините все-таки договорились скажу пример что было понятнее все равно все определяется объемом крови дотекающий до определенного органа который она кровоснабжает поэтому объемный кровоток он более показательный хотя бы совершенно справедливо заметили что он более там больше показателей которые повлияют на конечный результат результате ошибки они могут если в общем то вам ваше измерение позволяет сделать более-менее корректно опять же мы измеряем во втором сегменте с корректным углом максимально как бы все-таки дистально если там артерии не оккулизированы то мощные ветры которые отходят от позвоночной артерии как правило не разработаны и не участвуют как правило не отнимают особенно кровоток просто дело в том что объемный кровоток во многих приборах он зашит и как бы или это можно достаточно быстро настроить это не занимает очень много времени делать это надо далеко не всегда а только то есть если меньше двух миллиметров здесь вообще вопрос не стоит а когда 2 до 3 есть другая разница с другим сосудом если у вас на приборах это настроено попробуйте это вам возможно не будет лишним как дополнительный параметр то есть я на нем не настаиваю но просто говорю о том что вы тоже можете пользоваться но тоже добавляет объективности ваших данных ну на мой взгляд ну как подтверждение может быть он не основной идущий но ну и андрей элегович экстракраниальный уровень максимально дистально то есть там вот c3 ну да это обычно там c4 c3 вот так опять же если мы если сосуд в этом сегменте не идет перпендикулярно утрозвуковому лучу или там нет какой-то извидести да на этом сегменте ну то есть когда мы можем адекватно уверенно оценить скорость кровотока и диаметр вот когда мы твердо верим тогда можем верить и в объем если у нас особенности визуализации то конечно сложно коллеги мы уже немножечко выбиваемся из того графика который мы себе придумали давайте быстренько вы режиме может быть блица ответим нашим слушателям что имеет смысл оценить измерить в самом устье позвоночной артерии особенности измерения слева скорость кровотока пиковую систолическую согласно говорим ли мы о уровне отхождения о от какой-то стенки потому что ранее были такие представления о том что надо обязательно отвечать если это заднее нижнее отхождение от задней или нижней стенки если мы это видим то почему нет конечно как правило артерия деформирована в этом случае я знаю что задней или нижней мы скорее всего сказать не можем технически это очень сложно вывести мы точно увидим что это не от верхней стенки поэтому пишут что не визуализируется вероятно отходит от икоричная согласно как вы думаете сопровождается ли гипоплазия позвоночной артерии как врожденной аномалии изменения эластикотонических свойств артериальной системы скорее всего да надо почитать я предполагаю что да потому что это все таки дисплазия любая дисплазия поэтому диспластиков часто диссекция причем диссекция далеко не гипоплазированная артерия вот это противоречие небольшое проблема есть скажите если позвоночная артерия диаметром два с половиной но спектральных и скоростные характеристики кровотока в пределах нормальных значений как это оценить вот просто можно слайд показать можно словами сказать то что нам хотелось формулировать в данном случае гипоплазии мы не будем говорить но если есть асимметрия диаметров то мы можем отметить это в заключении что есть асимметрия диаметров столько-то процентов или отношений то есть еще раз хочется подчеркнуть что если у вас два с половиной миллиметра позвоночной артерии для того чтобы поставить диагноз гипоплазии два с половиной три два с половиной до трех или от двух до трех вы должны подтвердить этот свое заключение гемодинамическими критериями в этой ситуации не работает так это отвините правомощнее говорить о локальной гипоплазии между задней и нижней ручковой артерии основной артерии но на интракраниальном уровне гипоплазию я не рискнула вот точно оценивать гипоплазию и там только пациентка нет я не буду вот на мой взгляд только к ты можно еще на что хотел обратить доктору внимание если вы с двух сторон видите сосуды позвоночные меньше трех миллиметров них да у них хороший там будет пик 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 пиковая скорость но повышенное периферическое сопротивление без клиники без вертебра бодилярных или инсульт обычно это люди среднего молодого возраста не забывайте это может быть двусторонняя задняя трифуркация как правило это всегда бывает в этом случае надо поставить транскорниальный датчик на височные окна и как правило вы получите двусторонние где-то полное где-то неполное вы просто думаете как бы помните в голове держите что почему у вас такая скорость и такие диаметры потому что не нужно столько крови доставлять позвоночным артериям потому что они у них нет но если есть возможность и вы видите необходимость расширения протокола до интракраниального отдела то да абсолютно согласна и то это в общем действительно нужно перед этим поговорить с больным нужно внимательно и четко визуализировать все то о чем говорила дадмила эдуардовна добрый вечер последнем кейсе с молодой девушкой правильно я понимаю что мы просто пишем гипоплазию ну мы пишем гипоплазию оцениваем и указываем что тип кровотока такой то есть я бы это прямо в заключение вынесла тип кровотока про нормальные скорости в четвертом сегменте но мы сегодня не будем говорить я так понимаю правда про интракраниальный у меня будет один слайд где они будут приведены вот прекрасно надо ли проводить поворотные пробу на этот вопрос ответим в следующий раз будем надеяться что нам это удастся дадмила эдуардовна скажите пожалуйста как писать заключение если на экстракраниальном регистрируется кровоток по типу кролика как при стил синдроме но это не стил а скорее всего дистальный вариант развития но нет возможности посмотреть транскраниально ну просто экстракраниально можем посмотреть все что мы увидим экстракраниально мы соответственно делаем вот на этом если у пожилых пациентов приняло 2 литрами визуализации позвоночной артерии диаметр 1825 низкая псс 15-20 сантиметров в секунду как дифференцировать гипоплазию стенотические изменения экстравазальные исследования проводятся впервые если исследования проводятся впервые но на мой взгляд у лекции все это было достаточно хорошо расписано особенность пожилых людей плохая визуализация особенно слева но мы все это знаем я думаю что андрей олегович этого еще коснется потому что касается стенозов не будем останавливаться при неудовлетворительной визуализации невозможности определить псс коллеги я исправляю все ваши лска на линейным датчиком можно ли считать достоверным псс зафиксирован он вполне легитимен для измерения скорости обе позвоночные артерии 2829 это гипоплазия обеих позвоночных ну вот мы по моему уже несколько раз говорили даже об этом надо смотреть гемодинамику обязательно только гемодинамику нельзя вот коллеги вот из этого раздела вот из этого раздела вы должны вынести одну совершенно четкую аксиому только по диаметру можно ставить гипоплазию если у вас 2 миллиметра и то мы при этом меньше двух миллиметров то мы при этом посмотрим обязательно на скорость если у нас больше двух миллиметров мы обязательно всегда должны выявить хотя признаки нарушения гемодинамики о которых говорила дубнил эдуардов я согласен коллеги поворотную пробу пропускаем мы очень скучали по вам большое вам спасибо нам приятно это стимул каковы нормальные значения объемной скорости кровотока по 2 суммарный смотрите по позвоночным артериям на самом деле в среднем где-то объемный кровоток по позвоночник 90 суммарный где-то 180 минимальный по данным литературы который считается снижен это 30-40 миллилитров в минуту соответственно суммарный подъем позвоночник несколько меньше 100 это уже дефицит спасибо извините спинку позвоночных артерий в канале каков прогноз в плане сосудистых событий и еще и сочетание с диаметром около 3 миллиметров есть такая литература коллеги встречалась вам по значимости клинической значимости кинкенга позвоночной канале мне не встречалось все с польска но там вообще все непросто более они очень функциональны и у нас велись в клуб во многом работы и доказательной медицины данных нет а мы все-таки хотели бы опираться на доказательную медицину почему не изменяем венах не измеряем скорость кровотока в венах а неврологи требуют андрей зачем неврологом наши 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 вообще никогда не требует спасибо вам за ответ имеет ли место указывать заключение спазм позвоночной артерии и как это определяет мне кажется что позвоночная то может быть если только у нас эндрограниально и просто так в рутинном амбулаторном приеме спазм мы не будем диагностировать совершенно точно для него должна быть серьезная причина вообще больше существующей какой-то литературы на существует для признаков ангиоспазм базилиарной артерии ну да и речь ну об интерграниальном отделе да ну базилиарис она там ваши рекомендации по динамическому наблюдению после диссекции позвоночной артерии это мы на следующем диссекцию будем обсуждать с вами на следующей встрече используете ли вы при измерении тав танкс или только псс то что говорила людный удар насколько я понимаю основном на пиковая систолическая рутинная пиковая систолическая конечная диастолическая хотя время желания и возможность почему нет критериев нет критериев нет вот это измеряется эти параметры только тогда когда вы хотите вот в тех случаях которые описал андрей алиныч померить объемный скорость кровати так если по все осталось два вопроса 2 и 7 2 и 6 как это нужно отметить заключение при нормальной скорости кровати ну опять же говорят может быть ситуация когда 2 и 6 2 и 7 скорее всего варианты визиокруга пиковая скорость действительно будет нормально но я думаю что в этих случаях было получено периферическое поведение у меня есть такое я не могу сказать все информации нам не дали ну и опять же еще раз очень хочется нашим слушателям узнать про извитости клинической значимости деформации в позвоночной артерии в экстравертебральном отделе такой литературы нет давайте мы на этом остановимся потому что так или иначе косвенно или прямо мы отвечали на оставшиеся два вопроса на самом деле коллеги у вас впереди очень интересное сообщение пожалуйста соберитесь возьмите чашку чая кофе что у вас там потому что я передаю слово андрею олеговичу сообщением о стенозах и здесь все совсем не так как мы с вами думали пожалуйста андрея леточка спасибо большое скажите видному презентации да все хорошо видно еще раз добрый день и добрый вечер уже уважаемые коллеги давайте мы с вами поговорим о патеросклеротической патологии позвоночных артерий примерно 25 процентов всех инсультов ишемических происходит вертеброподилярной системы примерная пятая часть из них развивается вследствие стеноза проксимального сегмента позвоночной артерии вследствие атеросклеротического поражения если мы будем говорить о локализации атеросклеротической пляшки то в подавляющем большинстве случаев она находится в устье на втором месте это идет интеркорниальный сегмент во втором сегменте она они встречаются реже и чаще всего сочетается со стенозом в максимальном отделе таким образом у нас есть тандемный стеноз то есть на протяжении мы сами очень хорошо видим практически всегда позвоночная артерия во втором сегменте в то время как в устье только в 65 85 процентов случаев хуже слева и есть целый ряд факторов которые нам мешают получить качественное изображение позвоночной артерии в самом начале максимального сегмента именно это небольшой диаметр позвоночной артерии в отличие от сонных артерий это глубокое расположение устья рядом расположенные вены отхождение от задней или нижней поверхности подключичная артерии дуги аорты если сосуд из вид в начальном отделе если короткая и полная шея у пациента также зависит от того прибора на котором вы работаете и какой частоты у вас датчик поэтому для исследования позвоночной артерии в максимальном сегменте мы помимо линейного датчика используем конвексный датчик который есть на всех приборах на которых мы работаем у кого есть микроконвексный датчик я советую для использовать его потому что у него есть своих ряд уникальных преимуществ а именно то что у него очень маленькая апертура порядка двух сантиметров она очень хорошо помещается над ключицей и таким образом туда воздух не попадает и в то же время он обладает частотой практически такой же как линейный датчик и мы получаем довольно качественное изображение что в принципе видите вот на данном снимке гораздо лучше чем на сектором датчике но вот это в качестве примеров мне хотелось показать что очень часто стенозы позвоночных артерий они сочетаются с деформацией сосуда в начальном отделе и это безусловно откладывает свой отпечаток на то как у нас выводится сосуд в той или иной плоскости и конечно это влияет на оценку скоростных параметров потому что это меняет и угол локации и мы знаем что самый сгиб приводит повышение скорости кровотока тоже надо учитывать когда мы анализируем наши результаты исследований какие у нас есть возможности в оценке характеристик бляшки в устье что мы должны определить это локализацию протяженность степень стеноза а также структуру и поверхность если нам позволяет качество визуализации мы действительно можем оценить структуру бляшки как в данном случае это гипоэхогенная структура средней эхогенности или гиперэхогенная мы видим даже с включением кальция который дает акустическую тень мы видим что поверхность есть достаточно ровный по данным морфологических исследований бляшки как правило 90 процентов имеет ровную поверхность а протяженность самой бляшки в устье не превышает один сантиметр тем не менее все те выше перечисленные особенности визуализации атеросклеротической бляшки в устье приводят к тому что чаще всего структуру и поверхность мы адекватно оценить с вами к сожалению не можем и если мы говорим о небольших бляшках которые четко совершенно визуализируется если у больного достаточно хорошая такая шея тонкая длинная когда не глубоко лежат позвоночные артерии мы с вами очень хорошо можем визуализировать бляшку и померить ее планометрически при небольшом стенозе так как видимые контуры как такие пациенты звонки и тонкие вот но когда атеросклероз развивается у пациентов пожилых и у них как правило шеи не такие и визуализация в области устья у нас такая чаще как представлены на слайде мы не очень четко видим контур бляшки и поэтому оценка планометрически конечно ее затруднена но и в качестве примера вот пациент со стенозом в устье позвоночной артерии которым при одном измерении планометрически мы получаем 58 процентов при повторном 72 и у нас сразу до разная стратегия один больной консервативно другого надо отправлять хирургом поэтому планометрические изменения при степени стеноза где-то около 50 процентов и выше как правило не совсем корректно и в первую очередь это связано с тем что мы не можем получить поперечное сечение зоны стеноза опять же из-за тех факторов что я говорил это глубина расположения это ключица и у нас конечно очень ограниченные возможности по сравнению с тем что мы делаем когда оцениваем степень стеноза в сонных артериях вы помните мы рекомендовали для сонных артерий именно измерение степени стеноза в поперечной плоскости сканировать поэтому оценка степени стеноза в устье проводится на основе на основании изменений параметров гемодинамики и какие же мы параметры с вами учитываем это пиковую систолическую скорость и конечную диастолическую скорость вместе стеноза пиковую систолическую скорость в сегменте v2 а также отношение систолических скоростей вместе стеноза к скорости во втором сегменте если для сонных артерий существуют в мире различные консенсивные документы по оценке градации коррективных стенозов то для оценки градации степени стеноза в позвоночных артерий к сожалению нет но с чем это прежде всего связано с тем что есть доказательная база которая говорит о том что пациентам с определенным процентом стеноза эффективно оперативное вмешательство в плане предотвращения повторного инсульта а для позвоночных артерий таких исследований нету соответственно такие исследования не проводятся они не финансируются и доказательная база крайне низкая поэтому как правило анализ литературы показывает что есть отдельные исследования которые попытались оценить пороговые критерии кровотока которые бы говорили о том или ином в проценте стеноза приведенные здесь работы сравнивали утрозвуковые показатели с данными либо церебральной ангиографии либо КТ ангиографии как вы видите этих работ крайне немного это отобранные работы но с хорошим методическим подходом как видите тут больных не так уж и много больше всего это в работе ХОА как правило чтобы представить вам пороговые показатели кровотока из окончательного анализа исключались пациенты с тяжелым стенозом внутричерепного отдела позвоночной артерии или основной артерии то есть тандемное поражение если существовал стеноз более 50 процентов контролтеральной позвоночной или окклюзии если существовала гипоплазия позвоночной артерии а также если было выражено стенозирующее или окклюзиющее поражение сонной сонных или подключичных артерий а также тяжелые состояния гемодинамики там например как тяжелые заболевания сердца с низким мозговым выбросом и вы видите что вот эти вот показатели довольно разнятся в основном все данные представлены для стенозов от 50 процентов и только в одном исследовании представлены данные для градации стенозов 50 69 и 70 99 процентов вы видите разброс в общем-то достаточно большой от 108 до 140 сантиметров в секунду для стенозов от 50 процентов но тем не менее все где-то сходятся что отношение систолических скоростей должно превышать 2 если говорить о стенозах более 70 процентов то здесь в принципе очень созвучно с кровотоком по внутренней сонной артерии с консенсусов здесь 210 в консенсусах 230 это так для более легкого запоминания и отношение скоростей от 4 мы провели в своем центре исследования пациентов которых проводили стентирование ангиография была неотъемлемой частью оперативного вмешательства и пытались вывести свои пороговые получить пороговые показатели для стенозов которые разграничивают стеноз 50 процентный от 70 процентного стеноза и у нас получились ниже показатели у нас при оптимальном сочетании чувствительности и специфичности пороговый показатель 70 процентного стеноза был в месте стеноза больше или равных 160 сантиметров в секунду скорость систолическая меньше 25 сантиметров в секунду во втором сегменте отношение систолических скоростей больше четырех с половиной то есть это отличается от предложенных выше 210 и 4 здесь у нас показатели выше а здесь ниже да то есть конечно в общем то вот нет такой единый точке пока зрения и в нашем исследовании оказалось что специфичность достигала 100 процентов в случае если стеноз был 70 процентов если пиковая систолическая скорость была больше 188 сантиметров в секунду поэтому мы считаем что в общем то конечно никаких консенсусных документов нет но тем не менее мы предлагаем вам некие ориентиры на основании которых вы можете предполагать что есть тот или иной стеноз так для стеноза пятьдесят шестьдесят девять процентов скорость должна быть от 108 до пороговая от 108 до 108 до 140 сантиметров в секунду отношения скоростей больше двух причем вы должны понимать что если вы ориентируетесь на показатель 108 у вас очень высокая чувствительность но не будет низкая специфичность повышая этот порог у вас будет более высокая специфичность однако вы снижаете чувствительность и часть стенозов вы пропустите для стеноза семьдесят семьдесят девять процентов вы уже должны задуматься что такой стеноз может быть при скорости 160 сантиметров в секунду но обязательно должно быть сочетание с таким признаком как отношение скоростей и он должен быть минимум более четырех но и в качестве и дальше хотелось бы сказать что безусловно скоростные критерии которые мы вам предложили они могут отличаться от предложенных вследствие различных причин как локальных так и центральных и к ним относятся значимость стеноз интеркорниального отдела позвоночной или базилярной артерии если есть значимость стеноз или окклюзия контралтеральной позвоночной артерии гипоплазия если есть выраженная стеноклюзирующая поражение других бракцифальных артерий если есть выраженная сердечная недостаточность патологии офтального клапана если повышенное или пониженное артериальное давление в данном случае для вас тогда будет ориентироваться главным образом не на абсолютную величину пиковой исторической скорости кровотока в месте стеноза а на отношения исторических скоростей которые сглаживают всю эту разницу ну и в качестве примера хотелось вам привести несколько случаев в данном случае это стеноз менее 50% на что мы обращаем внимание мы видим что есть дефект окрашивания в режиме цветового доплеровского кортирования умеренно выраженный который не приводит колязин к эффекту скорость кровотока у нас порядка 80 сантиметров в секунду отношение систолических скоростей составляет полтора мы можем с уверенностью говорить что здесь есть бляшка но степень стеноза не превышает 50% и как вы видите здесь ее планиметрически померить в общем-то достаточно сложно потому что вот задняя стенка она немножко подразмыта опять же это будет очень сильно зависит от качества получаемого вами изображения пример стеноза от 50 до 60% вы видите бляшку в устье позвоночной артерии вы видите уже и лязинг эффект вы регистрируете с корректным углом скорость кровотока я хотел вообще обратить ваше внимание что к сожалению получить с корректным углом скорость именно в устье бывает крайне-крайне сложно потому что сосуд нередко идет таким образом что он идет перпендикулярно очу и выставить его очень сложно поэтому не всегда наши скорости тоже будут корректные поэтому вы максимально находите ту плоскость сканирование смещаете датчик или меняете на секторный датчик чтобы у вас совпадало где-то с тем что как вы видите стонос с водолязингом со скоростью кровотока да тем более там все пульсирует не так красиво вы видите все три цикла иногда один цикл вы видите потом два-три других почти не видите вы соскакиваете сосуд маленький тем не менее попытаетесь получить адекватный спектр кровоток и вы видите что в данном случае скорость уже превышает 140 сантиметров в секунду отношение больше двух но не выше четырех да и мы можем в принципе с достаточной долей уверенности говорить что стонос у нас в диапазоне от пятидесяти до шестидесяти девяти процентов здесь посмотрите визуализация устья тоже не очень хорошая причем настолько бляшка небольшая по протяженности и с очень локальным участком где она максимально суживает сосуд что у нас только очень очень фрагментарно виден вот этот участок сосуда с выраженным дефектом окрашивания и лязинг эффектом конечно нам надо максимально попасть в него образцом объема чтобы зарегистрировать вы видите что далеко не каждый сердечный цикл мы видим спектр четко да и зарегистрировав эту скорость кровотока и самое главное у нас очень объективный показатель кровотока что же у нас какой у нас кровоток в сегменте v2 если мы видим что там у нас очень низкоскоростной систолической пик со сглаженной верхушкой и увеличенное время ускорения да мы понимаем что там очень выраженное сужение но за 70 процентов скорее всего она там от 80 процентов потому что уже есть дефицит кровотока и мы с уверенность то есть зарегистрировав даже вот такой кровоток канале а мы как правило с вами смотрим позвоночную артерию и сразу смотрим кровоток во втором сегменте вот увидев такой кровоток у нас с вами сразу должна возникнуть мысль что есть выраженное стенозирующее поражение максимальное место локации и скорее всего это будет поражение в области устья поэтому мы с вами крайне крайне внимательно смотрим область устья потому что вы видите насколько локально зона поражения этот может быть стеноз протяженностью всего лишь там 3-4 миллиметра в данном случае хотелось бы продемонстрировать тандемные поражения существовавшие у пациента находили выраженный дефицит кровотока в позвоночной артерии увидели бляшку устья ее соперировали поставили стенд стенд после операции хорошо заполнялся кровотоком в режиме цветового доплеровского картирования однако в спектральном доплеровском режиме кровоток был крайне низкий и мы видим что за стендом вот он заканчивается идет новая бляшка она гипоэхогенная которая довольно протяженная и она заканчивается за шестым шейным позвонком приводя к максимальному стенозированию непосредственно за С6 позвонком и мы везде проверяем скорость мы встаем везде под корректным углом мы подтверждаем то что мы видим более такой нитевидный кровоток с выраженным лязинг эффектом за 6 позвонком мы видим очень высокую скорость мы видим дальше дистальницы 5 позвонков кровоток по типу тардус парвус что говорит нам о субтотальном стенозировании позвоночной артерии мы это подтверждаем гемодинамическими параметрами и соотношениями скоростей и безусловно мы можем говорить о том что у пациента был хороший эффект от первой операции однако ему необходимо в дальнейшем направить на консультацию к сосудистым хирургам для последующей ревоскуверизации чтобы восстановить просвет сосудов если мы с вами во втором сегменте при нормальном диаметре сосуды видим кровоток с острым диастолическим пиком и однако скорость снижена и главным образом за счет конечной диастолической скорости что приводит к повышению индексов периферического сопротивления мы с вами думаем о кровотоке выше места локации о стенозирующем поражении выше места локации если этот больной с атеросклерозом мы конечно допустим с атеросклерозом это не обязательно бляшка может быть там диссекция такие же изменения могут быть и при поворотах там при компрессии но мы сейчас говорим об атеросклеротическом поражении мы подозреваем что там есть стенозирующее поражение выше места локации если при нормальных диаметрах такие изменения двусторонние то мы думаем о поражении базилиарис если односторонние то мы как раз в данном случае должны досматривать четвертый сегмент и подозревать стенозирующую патологию в интеркорниальном сегменте данной позвоночной артерии а если мы видим кровоток совсем низкий он отрывочный он прерывный конечная диастолическая скорость нулевая и соответственно индекс сопротивления у нас единица то безусловно мы подразумеваем окклюзию позвоночной артерии в интеркорниальном сегменте потому что в третьем сегменте это бывает крайне редко работа которым посвящена диагностике каким-то критериям скоростным на интеркорниальном вообще крайне мало я их очень долго искал и мне удалось в принципе найти более-менее две адекватные работы хотя количество наблюдений крайне маленькое в данной работе там анализировались вообще разные интеркорниальные стенозы абсолютно для всех бассейнов здесь проводилась пациентом ангиография в данном случае это всего лишь 13 случаев и они предложили следующие пороговые показатели в четвертом сегменте это повышение скорости пиковой исторической больше 90 сантиметров в секунду для стеноза от 50 до 69 процентов больше 120 а от 70 видите тот же самый показатель 120 сантиметров в секунду или скорость вариабельно понятно что при более выраженном стенозе она будет значительно высокая при субтотальном стенозе она может быть и снижена или не особенно повышена но дистальнее вместо стеноза или в основной артерии вы увидите пост стенотический паттерн кровоток а если это будут закругленный систолический пик время ускорения повышены турбуленция низкая скорость кровоток в другой работе прицельно исследовались позвоночные артерии именно с интеркорниальным стенозом для этого было выбрано 30 пациентов со стенозами позвоночной артерии в интеркорниальном сегменте были взяты 30 здоровых добровольцев всем пациентам выполнялось транскорниальные исследования и дигитальная субтракционная ангиография и увидите что в контрольной группе скорость кровотока в среднем составляла от 42 до 80 сантиметров в секунду а индекс пульсации составлял от 0,64 до 1,48 причем получались такие пациенты у которых разницы между правой и левой сторонами не было что касается пациентов со стенозами они были разные были три стеноза там до 50 процентов в основном это были 18 человек с стенозами более 70 и небольшая часть с стенозами более 90 процентов и они получили что у этих пациентов признаки стенозирующего поражения в интеркорниальном сегменте это сужение окрашивания сосуда в режиме цдк и лязинг эффект а также снижение дистальные стеноза пиковой систолической скорости меньше 30 сантиметров в секунду медленное раннее систолическое ускорение и увеличение индекса пульсации и вот эти признаки они имели чувствительность и специфичность 90 и 75 процентов если мы говорим об окклюзии то ее признаком является отсутствие кровотока в процвете сосуда как в режиме цветового доплеровского картирования или энергетического доплеровского картирования так и в спектральном доплеровском режиме при условии что вы видите ее саму не попадаете в какое-то пустое пространство либо как показывала Татьяна Валентиновна на крышке ключевого сплетения если вы видите медленный кровоток в виде отдельных таких вот небольших волнообразных пиков то есть вы видите очень выраженный дефицит кровоток позвоночной опере то он говорит не только о том то есть он может быть и при окклюзии артерии в первом сегменте и заполнение позвоночной артерии происходит через анастомозы обычные это шейные ветви позвоночной артерии разрабатываемые которые соединяются с ветвями наружной сонной артерии поэтому если вы видите такую кровоток первые должны спуститься ниже и исключить стеноз в устье который тоже может приводить такому кровотоку либо это будет окклюзия проксимальное место исследования ну и в конце хотелось бы подвести итог своему выступлению и сказать что B-режим в сочетании с режимом цветового картирования позволяет определить локализацию бляшки ее протяженность это достаточно точно а вот в ряде случаев получить информацию о структуре поверхности бляшки не представляется возможным планиметрическая оценка степени стеноза возможна только в случае адекватной визуализации атеросклеротической бляшки с обязательным подтверждением результата показателями гемодинамики основными критериями стеноза степени стеноза являются гемодинамические показатели а именно пиковая систолическая скорость смесь стеноза отношения систолических скоростей а также форма и характер спектра кровотока степень стеноза мы с вами целесообразно описать как менее 50% от 50 до 70 и более 70 то есть не так как вы привыкли раньше 60-65 там 70-75 это будет более неточный результат ну и безусловно мы учитываем те факторы которых я говорил раньше гемодинамические которые вернее те факторы которые могут влиять на локальную гемодинамику и должны корректировать нашу оценку получаемых результатов гемодинамики при том когда мы выставляем степень стеноза и в заключении своего выступления с разрешения своих коллег я бы хотел сказать что у меня осенью будут курсы я приглашаю всех кто хочет мы будем говорить о разных заболеваниях мы будем проводить исследования экстра интро здесь вы можете сами проводить исследования на себе я буду показывать на пациентов я поставлю руку тем у кого не получается исследование проводить и оно не очень дорогое и приносит 36 баллов по системе про медицинское образование и небольшой такой крик души нам сейчас очень нужен доктор на полную ставку в центр неврологии который делает УЗИ органов брюшной полости в общем общее исследование желательно опорно-двигательной системы если умеет УЗИ периферических нервов это очень хорошо если нет то готовы в общем-то помочь и обучиться этому если он будет знать еще сосудистая система вообще будет замечательно вы можете сфотографировать этот слайд послать коллегам и все вопросы более детально вы можете позвонить или написать мне на почту и я вам на них отвечу спасибо большое спасибо большое Андрей Олегович доктора обратите внимание с таким руководителем одно удовольствие или я так понимаю что финансовая сторона в центре металлогии не так плоха по нынешним временам но если можно я чуть-чуть добавлю то что ой то что мне казалось интересно видно коллеги да все хорошо вот смотрите я вообще была всегда большим сторонником планометрического измерения процесса стеноза что в сонных артериях что в позвоночных артериях но с момента выхода диссертации Андрея Олеговича и статьи которая была им опубликована я стараюсь всегда проверять скорость кровотока в устье позвоночной артерии и действительно я и соглашусь с Андрея Олеговичем и подтверждаю это своим опытом профессиональным увидеть позвоночную артерию устье позвоночной артерии и визуализировать бляшку в которой которая формируется нос иногда бывает сложно вот посмотрите вот это один тот же пациент что на что я хотела обратить ваше внимание не бойтесь увеличивать размер изображения поставьте картинку которая вас интересует в центр и увеличьте ее и поиграв датчиком вы увидите больше информации чем если вы просто в одном статическом в одном статическом изображении в одной плоскости на большой глубине без увеличения будете оценивать степень стеноза и в этой ситуации вам больше откроется интересного в плане морфологии атеросклеротической бляшки в частности почему очень важно я хотела бы еще раз вас призвать обязательно даже если вы видите что есть какая-то бляшка не надо просто померить стеноз сказать что вот этот стеноз такой больше ничего вот посмотрите здесь скорость кровотока это то есть здесь мы видим там 40-45 а скорость кровотока в этом устье 120 будем считать и это конечно уже стануло порядка 50 процентов тем более что обязательно у вас должно быть я ощущаю что если больше метра и мы тут с Андреем легче согласились что если вы видите скорость кровотока в устье более метра вот тут дальше начинайте искать оценивайте кровотоки рассчитывайте индексы вы можете увидеть то что не увидите если этого не сделаете и еще на мой взгляд тоже важно это оцените симметричность если у вас примерно одинакового размера артерия оцените симметричность кровотока в устье вот посмотрите противоположная контролитеральная сторона здесь скорость кровотока 0,64 в два раза меньше чем по стенозированному устью и конечно этот стеноз будет чуть больше чем мы говорили планиметрически я за но только при одном условии если вы очень хорошо визуализируете сосуд в поперечном сечении и я сначала накидала картиночек просто из своей практики а потом обратила внимание на очень хорошую важную закономерность которая четко показывает нашу ограниченность посмотрите это артерия диаметром 4,5 мм это диаметр 5,5 мм когда у вас большая артерия вы ее легко вы видите в поперечном сечении если она у вас маленькая то вряд ли даже если вы вот таким образом увеличите изображение у себя на экране или таким вы вряд ли увидите такую степень стеноза ну и вот конечно если скорость кровотока в устье у вас не просто больше 210 а например там 370 то это конечно степень стеноза высоко и да мы можем в принципе предположить такое наличие но никогда не ставьте просто планиметрию без подтверждения скоростными характеристиками и еще я хотела как раз может задать Андрею Олеговичу вопрос вы показывали Андрей Олегович стенд в сегменте В1 но мы с вами знаем что наибольшая частота встречаемости патологических больших стенозов которые требуют стентирования это все-таки вустье позвоночной артерии и вот если мы после стентирования увидели вот такую картинку ну давайте посмотрим почему это видео стало почему у нас как у нас стенд позвоночной артерии выходит в подключичную артерию как может быть есть какие-то параметры которые имеют смысл проговорить и в этом случае чтобы наши слушатели ориентировались как хотя бы приблизительно помимо гемодинамических аспектов оценить состояние после стентирования мы с вами об этом будем говорить но мне почему-то оказалось важным начать этот разговор и показать наши возможности бляжка 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 которая находится в устье позвоночной артерии как правило начинает формирование из подключичной артерии поэтому когда устанавливает стенд в позвоночную артерию как правило максимальный конец стента должен на 2-3 мм выходить из позвоночной артерии таким образом он прикрывает бляжку которая находится в более крупном сосуде если этого не сделать а поставить ее совсем в устье где начинается артерия нередко это приводит поскольку радиальная сила давления на стенд она его немножко выдавливает еще в позвоночную артерию стенд может немножко сместиться и таким образом у нас будет остаточный стеноз это первое во вторых когда мы видим такое чрезмерное захождение стента в подключичную артерию безусловно это создает условия для повышенной турбулентности что в свою очередь может привести к двум вещам да это первое это к рестенозам потому что создаются гемодинамические динамические усвоения очень хорошие а во-вторых поскольку большая часть стента находится в подключичной артерии то он под действием кровотока движется плюс у нас шея подвижная а металл он имеет свойство усталости в этом месте стент может потом повредиться надломиться и даже полностью поломаться поэтому это не очень благоприятный фактор в плане дальнейших каких-то послеоперационных осложнений спасибо большое Андрей Олегович вот можно я вам сразу адресую два вопроса которые пришли до начала вебинара первое это как можно шутить пациента на амбулаторном приеме выявлены признаки окклюзии позвоночной артерии или ретроградный кровоток но стилсиндром подсолнением так как подключичный магистральный кровоток если окклюзия в общем хорошо если окклюзия то безусловно мы посылаем к неврологу дальше вообще какая окклюзия это надо смотреть и как она выглядит потому что если это мы видим окклюзию сосуда ну это наверное будем в дальнейшем то есть она может быть вызвана сейчас не буду углубляться она может быть вызвана тромбозом она может быть вызвана диссекцией она может быть вызвана атеросклеротической бляшкой поэтому что что к ней привело это тоже важно и клиническая картина безусловно поэтому если есть окклюзия то дальше надо идти к неврологу он дальше будет разбираться с жалобами с анамнезом если необходимо он проведет МРТ исследование головного мозга дальше уже будет предполагать какого анагенеза и что с этим ему дальше делать если у нас ретроградный кровоток по позвоночной артерии я правильно услышал вопрос если ретроградный кровоток ну в первую очередь конечно надо исключать стилсиндром вот и более прицельно смотреть подключичные артерии то есть вообще есть целый ряд моментов когда мы должны расширить свое исследование без иногда мы дождемся что это нас попросит невролог если это требует ситуации мы видим какие-то изменения которые характерны для той или иной патологии с вовлечением других бассейнов чтобы быть в этом уверенным мы сами расширяем исследование получаем подтверждение того что это она или не она это также будет кстати говорить о вашем профессионализме и поднимет вашу ценность в глазах клинических врачей если мы можем помочь мы это должны сделать абсолютно с вами согласна и на самом деле даже по правилам проведения оптозвукового исследования которое написано рассудом там есть такое положение что если врач считает необходимым расширение объема исследования должен выполнить поэтому не бойтесь доктора расшириться это не наказуемо а наоборот поощряемо и соответствует приказам и второе можно маленькое уточнение вот относительно маршрутизации пациента Андрей Олегович и та и другая ситуация плановая правильно я понимаю да но но относительно плановое допустим если больной мы берем пациент пришел и мы видим вдруг окклюзию а у него боль в шее то это не совсем плановое потому что я точно подразумеваю что это скорее всего диссекция я его пациента пошлю на МРТ чтобы он сделал в определенном время и потом на консультацию согласна полностью с Андреем Олеговичем клиника в любом случае связываем она голова клиника согласна и второй вопрос пришедший до как отличить стеноз ну это опять же вот про наше сотрудничество с другими специалистами других визуализовывших методов и нашей тактики как отличить стеноз позвоночной артерии протяженной мягкой атеросклеротической бляшкой мягкой мы не говорим коллеги мы говорим гипоэффигенной от состоявшейся диссекции стенки с тромбированием ложного канала если я не знаю в принципе это планируем более подробно разобрать на следующем вебинаре с примерами может быть как бы можно просто сказать на самом деле что мы не проведем с вами диагноз должны отправить коллегам на мрт и они четко поставят это диссекция или это моральная гематома или я не права по вашему ну в принципе есть определенные признаки допустим даже если это гипоэффигенная бляшка она никогда не будет сильно пролонгирована как правило я говорил эти бляшки до одного сантиметра диссекция всегда больше больше она как правило никогда не бывает изолирована в устье она как правило второй сегмент или второй с переходом на третий или первый то есть у них даже разная локализация разная протяженность и динамика бляшка останется а динамика это да но мне кажется это надо срочно определиться то тогда безусловно это мрт в определенном режиме о котором скажем потом согласитесь что все таки понимаете как мы не можем просто сказать ну придите в динамике мы вас посмотрим и тогда скажем потому что если это диссекция то это клиническая ситуация которая требует подтверждения назначения терапии я понимаю что она может быть там хроническая и все прочее но тем не менее терапия различается в этих условиях просто к тому что бывают разные условия что это мы берем наши клиники где у нас есть такие возможности доктор может встретиться с таким пациентом с какой-нибудь там областной больницей или поликлиники где у него нет такой возможности и пациент не пойдет поэтому поэтому мы на следующем вебинаре очень детально расскажем про ультразвуковые критерии которые могут вас направить в том или ином направлении правильно давайте мы пройдемся по вопросам которые есть или может быть Светлана Вардовна есть какой-то вопрос Валентина я конечно Людмила Эдуардовна простите пожалуйста я путаюсь в мелочи жизни я хотела чуть-чуть вернуться назад к одному вопросу который мы так вот проскользнули вот можем ли мы выносить заключение признаки вертоброгенного воздействия какие критерии я видела заключение где вертоброгенное воздействие выносится в заключение без всяких там функциональных проб да то есть вот просто признаки вертоброгенного воздействия на па и без всяких критериях ну вот на мой взгляд это просто вопиюще неправильно ну на самом деле я хотела об этом поговорить немножечко позже потому что у нас там есть один вопрос на котором мы с вами абсолютно я думаю согласимся вот смотрите ну во первых коротко если можно Андрей Ильич может или Людмила Гардовна может ли быть клиника при входе одной позвоночной я так понимаю что вопрос какой-то очень душевный при входе одной из позвоночных артерий в канал на уровне С4 головная боль можем головную боль определить только причиной позднего вхождения нет потому что головная боль не с рождения возникла а позвоночная это с рождения абсолютно это не плохо да вообще доктора для головной боли более сотни их все классицирует классицирует не классицирует даже есть такая скажем высказывание что пациент приходит к врачу с головной болью он проходит обследование от стоматолога до в общем всех вот и в конце концов все равно стоит головной боли поэтому иногда кому-то проще что-то нашли и сказали о у вас это из-за этого да на самом деле не из-за этого поэтому здесь надо быть очень осторожным и да и очень детально разобраться из-за чего это может быть согласно здравствуйте спасибо за доклад повторите пожалуйста нормы соотношения объемы коллеги мы не будем еще с вами повторять по одной простой причине вам будет прислана запись и вы все в деталях можете останавливая переслушивая выяснить для себя все конкретные вопросы высокая пиковая историческая скорость в 3 в сегменте молодых людей чем причины и как отразить протоколе но вот я считаю что если это только в 3 это наверное очень странно я думаю что у молодых людей мы как раз на самом деле с Андрей Ильичем раз и Люмилу Гарбану говорили о том что иногда я вижу скорости под метр здоровые молодые люди у них просто везде скорости большие у них прекрасные эластичные сосуды у них все хорошо и у них могут быть большие скорости в норме просто за счет того что у них нормальная здоровая эластичная еще стенка чем старше человек тем менее эластичные у него стенка тем меньше его скорости ну и в 3 сегмент он более сложный для исследования в плане что там идут изгибы и труднее просто технически выполнить и можно сделать больше ошибок ну и в изгибе в принципе скорость повышается поэтому да это будет быть повышено наверняка у этого пациента и на шее не маленькие скорости вот я об этом что и здравствуйте в случае острого угла отхождения позвоночной артерии под ключище также может регистрироваться высокое скорость пробленность как дифференцировать этот вариант от стеноза в устье что скажем Андрей Олегович ну во первых вы должны все таки очень четко постараться получить устье если там вы не видите никаких дефектов заполнения то говорить о стенозе наверное вряд ли во вторых это все таки должен быть возраст если вы такое видите а это анатомический вариант отхождения ну понятно с рождения в лет там 20-30 то это тоже вряд ли атеросклероз потому что казуистика когда это там что-то бывает это все таки после 40 лет все 20 вот поэтому ну наверное так ну я бы тоже так ответила но действительно при определенном отхождении позвоночной подключичной артерии кровоток несколько будет отличаться нежели он отходит перпендикулярно это такое и есть поэтому старайтесь максимально четко вовести устья используйте все датчики настройки прибора зума и прочее но опять же все таки берите и возраст и клинику потому что все в комплексе на самом деле нельзя очень так подходить прям вот нашли какой-то признак он сам по себе не может считать понимаете доктора если вдруг нашли условно как бы десерцию да там вот вдруг как вам показалось да а клиники вообще никакой нет это может быть вы ошибаетесь поэтому сто раз себе переправить абсолютно мультипараметрическое исследование это это очень важно а вот тот вопрос о котором я говорила Людмила Дарвиновна как вы относитесь к стенозам позвоночных в сегменте В3 есть регионы Ставропольский край Карачаево-Черкесия где практически всем выставляют такой диагноз не подтверждая никакими дополнительными методами в том числе транскраниальными вот если это то что говорила Людмила Дарвиновна когда просто в заключении написано вот формулировка стеноз В3 просто на мой взгляд это заключение нельзя считать приемлемым для принятия решений потому что любой любой диагноз тем более такой значимый для пациента угрожаемый в принципе это состояние угрожаемое по инсульту поэтому ваше заключение должно содержать хотя бы минимальный набор критериев почему вы поставили этот диагноз и если этого нет это плохо это неправильно ну доктора да можно я добавлю что на основании повышенной скорости выставлять что-то там стенозы это было бы неправильно да что касается стенозов атеросклеротических В3 то это вообще казуистика я в своей жизни такое видел один раз вот который был ангиографический верифицирован но это же опять был пациент с распространенным атеросклерозом вот на В3 может быть когда находят почему там ставят стенозы да на них находят высокие скорости я не уверен но это может быть при диссекции но с той частотой что ставят в том регионе это вряд ли такое там эпидемия диссекции вот поэтому может быть это как там условно кто знает надо наверное исследование проводить голову поворачивают ну как ее поворачивают для сонных забывают обратно ровно класть для позвоночных артерий это может быть какие-то признаки разной степени выраженности экстравазального воздействия это тоже будут как бы признаки стеноза но стеноза не изнутри а стеноза это действительно отдельно и долго и будем обсуждать это вот вопрос вчерашнего дня каковы значения ПСС ПА ниже которых мы указываем что она снижена вот меня учили что это 0,3 а чем мы докажем эти 0,3 опять же ну я имею в виду что когда говорится о том какие вот я не люблю диапазоны я знаю вы любите мы все разные поэтому нам видимо так хорошо втроем общаться вот если мы говорим что это диапазон там от 30 до 50 там от 30 до 50 в любом случае у нас нижняя граница 30 но это опять же у меня нет аргументов с точки зрения доказательной медицины ну вот из моего опыта да вот у меня в голове это вот точно меньше 20 это плохо то что от 20 до 30 это вот я всегда смотрю в комплексе да опять же диапазон отсюда возраст пациента противоположные позвоночные артепики много много как бы всего если это ну как бы это объясняется то как бы мне все понятно я не воспринимаю патологию если я этому объясню не вижу да но в любом случае понимаете вот только что нас вот отличает вот то что я говорю докторам УЗДГ от дуплексного сканирования то что если мы раньше по УЗДГ видели какой-то кровоток у нас фантазии на тему начинались да сейчас вы сосуды видите что внутри что что около сосуда находится да вы должны все объяснить не может быть что вы нашли написали плохо почему а вот я не знаю как хотите в принципе у вас достаточно много всяких есть параметров инструментов и прочее тогда вы в принципе можете ответить на вопрос почему это происходит ну да а вот мы должны обязательно это все обосновать и провести полноценное обследование пациента недостаточно просто одну пиковую что поверить и сказать что вот она снижена и все равно как и вот чуть выше вопросик относительно соотношения скоростей между ну в один и в два сегментами я так понимаю вопрос шел про норму да то есть как в норме различается скорость кровотока в один и в два сегменте на самом деле тоже никакой доказательной базы относительно вот этих различий в общем то и нет на мой взгляд хотя мы все знаем что в первом сегменте она всегда повыше чем а дальше она все ниже ниже и ниже каких-то общих принятых с какой закономерности ну кстати еще доктора вы когда смотрите что иногда иногда в ряде случаев если вдруг смотрят транскраниально скорость во втором сегменте может быть ниже чем в четвертом сегменте потому что на этом уровне нередко позвоночник по диаметру несколько сужаются анатомически поэтому как бы диаметр уменьшился а поток остался тот же объем поэтому пиковая скорость она будет выше соглашусь и все таки коллеги вот вы действительно когда придет запись она обязательно придет и придет вам итоговый документ который мы как в прошлый раз я думаю мы сформулируем чуть попозже и вы вот там для себя какие-то такие пункты четко совершенно отметить и вам будет важно то есть мы вот повторять наверное не будем какие скоростные характеристики в норме В4 сегменты это было у Андрея Олеговича если у Закритерий синдрома позвоночной артерии ну какой вопрос Андрей Олегович есть синдром позвоночной артерии у Закритерии нет ну нет мы такой вообще никогда не выносим в своем заключении критерий таких нет это диагноз такой некий сленговый на мой взгляд он я так полагаю в МКП-10 тоже его нет да вот я не ошибаюсь есть конечно в некоторых книжках особенно статьях описаны особенно это очень любят там мануальные терапевты и прочее ну вот абсолютно согласна это это из серии позвоночной артерии малого диаметра поэтому на мой взгляд давайте пользоваться скажем так МКП-10 пока 10 или все все еще 10 все еще 10 да поэтому ну если этого нет то нет вы регистрируете ретроградный кровоток В4 В1 сниженный кровоток с высоким периферическим сопротивлением какое заключение ну мы можем разве так дать заключение только по этим двум точкам В4 сниженный В1 высокопериферической сопротивлением вот прям ретроградный абсолютно ну какая-то нереальность у меня есть предположение что просто это сосуд меньшего диаметра по сравнению с той скорее всего соотношение больше чем 1 и 7 поэтому опять же идет заброс с противоположной позвоночной артерии поэтому в дистальном отделе позвоночной артерии может быть ретроградный компонент кровотока он не кровоток а компонент то есть исходность исторически свой идет а потом его дожимают коллеги мы работаем два часа я обещала полтора всем честно и мы хотели полтора ну мы конечно не уйдем и все ответим но видимо в следующий раз придется одну лекцию давать так возможно ли заподозрить диссекцию основной артерии по кровотоку был такой случай пациентки 45 лет с жалобами на головные боли на катодисекции основной позвоночнице с пристеночным тромбом ну может быть в следующий раз все таки обсудим давайте в следующий раз мне кажется не надо сейчас мы еще раз можем много что говорить ну кстати пристеночные тромбы это скорее интермуральная гематома все таки разве ретроградный кровоток это не полный стил ну ретроградный кровоток он совсем если полностью систем там совсем это условно мы будем думать о поражении между всего в первом сегменте с пандромом обкрадывания но ретроградный кровоток низкий совершенно другой формы он будет периферический низкоскоростной такой такой как при условно предоклюзии или при гипоплазии если у вас имеется оклюзия позвоночной артерии в максимальном сегменте и идет заброс из противоположной позвоночной артерии она будет спускаться кровоток вниз до места оклюзии такое тоже может быть но там будет совершенно другая форма абсолютно и картина все будет по-другому конечно разные две два клинических два ультразвуковых фенотипа будут разные головокружение сквозии артерии вертобробазилярная недостаточность вертобробазилярного бассейна что можно обнаружить связь головокружений то есть можем ли мы оставить диагноз или определить причину головокружений по ультразвуковому исследованию вертобробазилярного бассейна я бы так сказал что мы клинические вообще диагнозы вообще не ставим и причину особенно не устанавливаем мы находим все что мы находим и описываем аккумулировать все должен невролог с учетом всего 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 жалоб клиники результатов других методов исследований потому что не факт что мы нашли мы хорошо нашли гипоплазию да у пациента головокружений оно может совершенно из-за этого может быть вообще периферически и как бы просто оно совпало так что вы нашли он пришел обратился а у него извините позиционное доброкачественное головокружение у него отойдет у него все будет хорошо он останется с этой гипоплазией небольшим диаметром углокружения не будет дальше сейчас согласно мы клинические диагнозы не ставим мы описываем и дальше должен быть клиницист пожалуйста скажите через сколько дней назначает контроль при интермуральной гематоме на следующем приходите в следующий раз все будем обсуждать если на ваш взгляд клиническое значение как и какое аномального входа позвоночной артерии в позвоночный канал на уровне отличном от c6 отдельный слайд был на эту тему то есть в ситуациях это может быть то есть повреждения в случае манипуляции на шее посмотрите в остальном наверное посмотрите как описывать деформации позвоночных артерий в сегменте v2 и нужно ли оценивать значимость этого мы договорились на следующий раз как мы с вами промотируем свой следующий вебинар ну это действительно мы ожидали большое количество вопросов на эту тему и мы сразу договаривались да что мы на них не будем не будем останавливаться вот понимаете смотрите мы взяли две небольшие темы мы говорим уже два часа а вопросов у нас еще энное количество то есть мы на самом деле можем говорить с вами много-много-много-много но все-таки хотелось бы дозированно чтобы и вы не уставали и мы не уставали чтобы мы были все с вами адекватны так всегда правильнее на мой взгляд так контроль сказала позвоночная да извитости позвоночных с резким локальным ускорением псс выносим в диагноз опять извитости коллеги ну что делать при различии пиковой исторической скорости мы скажем так мы запомним эти вопросы и когда будем готовить следующий вебинар мы начнем с ним сразу лекция заложить Татьяна Валентиновна у меня есть предложение что есть я не вижу вопросов но если там остались касаемо этого вебинара прям этого наверняка осталось один или два или не осталось потому что мы все основное кажется разобрали мы сейчас ответим в связи с тем что уже мы два часа в эфире все остальное вопросы касающиеся других патологий мы подготовим в следующем вебинаре и сделаем акцент с учетом ваших вопросов чтобы они не повторялись и вам будет в общем понятно то есть для нас вопросы очень важны в плане составления самой презентации чтобы максимально понять что вас интересует и ответить на все и если вы увидите объявление о следующем вебинаре вы просто туда загружаете все свои вопросы чем их больше будет тем более информативные будут наши сообщения и наши с вами общения если цс-образный изгиб начинается прямо в устье как исключить сочетание ускорения кровотока в колене изгиба и наличие гемодинамически значимого стеноза это андрей олегович по моему ответили когда говорили о угле отхождения при различии псс между разными позвонками в 2 нужно ли указывать в заключении если разница более чем в 2 раза это может быть стонос может быть экстра какая-то остеофитом воздействия может секции между двумя всякое всякое может быть ну то есть если сами причину не находим то указываем в заключении описательную картинку правильно я говорю но все равно мы все равно комплексном подходе настораживаем доктора пусть он дальше развивает диагностический поиск вот это я не очень понимаю как сильно меняются диаметры позвоночных артерий у одного пациента в норме и почему в динамике вы видели сильные изменения я видела только если у него развивается стеноз или какая-то ситуация компенсаторная то есть окклюзия развивается с той стороны идет компенсация через эту позвоночную она расширяется если окклюзия в густе развелась она сужается ну а так у нас есть межоператорские внутриоператорские различии скорее всего это с этим связано абсолютно согласно нужно ли выносить заключение снижения если причина этого не обнаружили пожилой пациент ну на мой взгляд нужно ли нужно ли что я прослушал нужно ли выносить в заключение снижение пиковой столичной скорости кровотока если причин этого не обнаружили пожилой пациент может у него фракции выброса низкого тоже я вижу везде низкие скорости да я пишу что там скорости по сонным позвоночным артериям там на нижней границе или симметрично снижены да то есть это говорит все таки о каком-то состоянии центральной генодинамики скорости да и тут вот надо отслеживать у вас симметрично сниженный или с одной стороны только снижен кровоток по позвоночной артерии что у вас по сонным артериям если у вас симметрично сниженный по сонным позвоночным еще и подключичным не хватает кровоток то тут в общем вопрос напрашивается сам собой про деформацию в следующий раз обязательно напишите нам этот вопрос про головокружение мы говорили что мы не клиницисты мы даем описание своего ультразвукового изображения стилсиндром коллеги отвечаем на вопрос или нет тоже нет ссылку на телеграм-канал это вам операторы наши помогут спасибо за блестящий семинар очень удобный удачный формат коллеги давайте закончим красиво спасибо большое лектором организаторам ждем следующих встреч вот у вас тут адрес телеграм-канала уже сразу в чате где вопрос коллеги ну мы не в два с половиной но в два часа да это в общем уже большое для нас достижение потому что конечно каждый из нас готов с вами поделиться всем тем большим клиническим и диагностическим опытом который мы имеем и в силу своих профессиональных обязанностей в силу своей любознательности в силу своих каких-то личностных наверное качеств мы очень много чего читаем смотрим слушаем и всегда рады поделиться с вами и всегда рады обратной связи и я думаю что если так она у нас наладится эта обратная связь то мы более эффективно будем работать следующий пересмотрите если что-то осталось непонятным запись вебинара который будет через две недели почитайте тот заключительный наш согласительный наш документ это не российское общество ангиологов сосудистых хирургов это наш на троих согласительный документ мы как могли пользовались инструментами доказательной медицины но не без своего профессионального опыта поэтому я всех благодарю Андрей Олегович Людмила Даровна скажите что-нибудь нам этот документ согласительный рождался при изучении большого количества литературы многочасовых споров вот и на самом деле было очень полезно и интересно и я надеюсь что наши дальнейшие встречи касающиеся касающиеся очень животрепещущего вопроса по позвоночным артериям при другой патологии да включая деформации поворотные пробы диссекцию наверное еще какие-то темы затронем и я думаю что мы все-таки это сделаем поэтому до новых встреч Андрей Олегович ну я хочу сказать что вот та идея которая возникла с дискуссионным клубом я к ней очень относился осторожно но вы знаете коллеги это в общем дало большой плюс не только вам но и нам потому что у нас когда он считает что это один лектор да у него свое представление у него нет оппонента и вы слушаете и воспринимаете или не воспринимаете но для вас альтернативы нет все что мы преподносим у нас есть свой опыт свои определенный контингент пациентов и мы обсуждая одну и ту же проблему очень-очень так сказать дискутируем по много часов и это нам позволяет вам давать информацию которая в общем-то наверное дорогого стоит потому что она рождается в общем-то в такой дискуссии которая в общем-то приводит к каким-то действительным вещам которые вам помогут в клинической практике разобраться во многих сложных ситуациях с учетом разных взглядов на одну и ту же проблему тем более мы пытаемся анализировать всю последнюю литературу которая есть на данный момент так всем спасибо за внимание и слушайте нас дальше я только хочу добавить Андрей Олегович что действительно знаете как получилось у нас дискуссионный клуб который предполагался что мы тут будем сидеть втроем мы разговариваем а у нас дискуссионный клуб он сместился за рамки вебинаров до вебинаров мы дискутируем до хрипоты когда мы приходим уже сформировавшийся какой-то каждый из нас имеет какой-то может быть свои особенности но вы должны коллеги понимать что все то что мы вам говорим мы обсудили мы пересмотрели мы посмотрели со всех точек точек зрения один из нас невролог один из нас кардиолог один из нас сосудистый хирург ну в смысле скажем так функционалист при сосудистых хирургах то есть еще есть большие могут сосудистые хирурги то есть фактически на мой взгляд это залог того что я не хвалю нас но нам хочется дать вам качественный контент и у нас для этого есть все возможности а самое главное наше возможности это ваш интерес ваши вопросы мы на них всегда рады ответить спасибо вам всем спасибо спасибо коллеги позвольте от имени компании филипс вас поблагодарить это уже действительно становится традиционным форматом и мне остается только сказать до встречи потому что интерес к будущему вебинару сегодня действительно подогрели мы пока не анонсируем когда но обязательно всех наших участников посетителей вебинаров проинформируем благодарю вас и просьба нашим участникам заполнить анкету для нас это действительно очень важно мы ее изучаем внимательно и это займет буквально 2 минуты вашего времени благодарю и до встречи до встречи до свидания до свидания